Всем привет, друзья! С вами снова я, Вячеслав Исмаилов, или же Вия. Сегодня у нас уникальный и неповторимый челлендж, ребята, такого вы еще не видели. У каждого из нас по 50 тысяч рублей. И сегодня у нас челлендж. Мы на этот полтинник должны каждый выбрать себе тачку и ее купить. И в конце концов, кто выберет наилучшее предложение, кто выберет самый прикольный вариант, тот заберет все три тачки себе. Такой жесткий челлендж у нас сегодня, ребята. И на все про все у нас всего лишь два часа. Не успеете, проиграли. Купите фигню, проиграли. Так что, начинаем! Поехали! Может, нафиг этот челлендж? Деньги заберут, да и все. Но если я тачку не куплю, получается, Вио же у меня ее не заберет. Так он у тебя деньги заберет? Такого договора не было. Он мне тысячу не доложил. Алло! Здравствуйте! Объявление видел. Машинка у вас продается? Еще не купили? Да, 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 да. Та заряженная. Сколько у нее цена? 150? Там написано. А торг уместен? Ну? Нет, не 145. Давайте за 50. Нет, за 50 сейчас приду, куплю. Куда? Сам туда иди, слышь ты. Я сейчас на туре приеду к тебе, у тебя адрес. Не прокатило. Что-то за 50-то вообще ничего нету. У меня есть маленький план. Кое-какое, так ты никому не говори. Алло, Армен? Ой, Армян. Равшан, здорова. Есть что-нибудь за 50? Семерка за 50? Ты что, дурак? А что с ней не так? Лонжеронов нету? Ты больной! Давай за 20 заберу и разойдемся. В смысле нет? Сейчас приеду. Вот она! Нексия! За 50! Тут никого не было, стоит она здесь довольно давно. Здесь только были следы. Волк. Ну, ясен фиг волк. Это волк. Так. Номера блатные. Хэнха. Хочу. Что-то там хочу. В общем, давайте смотреть. Серебристая. Здесь серебра. Ну, я победил. Я думаю, я победил. Я в него вложил. Вложил 50 тысяч, теперь она моя. И Вия. Обманщик. Почему? В смысле, почему? Он покупает ведра, поэтому он губит ведро. А я губил совершенно новую иннексию. Тонированная. Тонированная. Или нетонированная. Нетонированная. Но затонируем. Так, стой. Открыть ее надо. Замерзла, скорее всего. Да. Так. Надо найти ключи. Надо. Где они могут быть? А вот и мой супер план, оператор. Я купил, договорился, созвонился. Уже, короче, за 50 тысяч вот этот вот гараж. Гараж за 50? Да, с машиной, короче, я тебе говорю. Это невозможно. Они дороже обычно стоят. У нас никогда не было гаражей. Я чуть-чуть добавил своих. Чтобы это самое. Сколько? Да, не важно. Сам сейчас увидишь. И смотри, что мне удалось найти. За 50 тысяч рублей. Ну, как бы, сама-то тачка 50. Ну, продавали только с гаражом, короче. Ты готов? Содержимое всего-всего-всего, что распаковывается на канале Жизь Виа, первыми видят подписчики. И сегодняшний гараж, даже несмотря на то, что это челлендж, не является исключением из правил. Подписались? Три, два, один. Та-дам! Смотри, какой красавец, е-мое. Ого, сколько тут всего. Тут, короче, на отдельный ролик можно было бы распаковку сделать. Тут тебе и лодка, и двигатель мотора от лодки этой самой. Так, сейчас я тут посмотрю, что со светом можно сделать. Да, где свет здесь включается. Так. О, смотри, что нашел. Бабам! Оператор, ты где? Иди сюда. Смотри, что я нашел. А вот и мой новый монстр. Та-да-а-а-а. это уазик так вот тут еще вроде света включается или нет ну короче свет света здесь мало но это и не важно собственно потому что почему ничего не работает ну ладно самое главное нам сейчас разобраться наша вот эта монстрятина работает нет ну что и оранжевый уазик такого у нас еще не было чё оператор я это нашел уже договорился я победю получается да сейчас я ему позвоню потому что я не понимаю куда дальше идти он говорил что сарай какой-то алло арман извиняюсь рафшан а чё в сарае да ну я понял тут сарае какой-то маленький ворота маленькие типа чё делать-то ой 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 собака уйди уйди собака добрый барбоска а тут какая-то собака твоя а бабушки твоей но оператор пойдем посмотрим но я нашел сараща посмотрим что тут давай 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 так автомобиль я нашел кашу кто-нибудь любит такую кашу кушать это видимо барбоски это твоя машина это не машина это сейчас вспомню мотоблок мотоблок а ты откуда знаешь а так ты же деревенский паренек хочу а как на нем ездить на нем прицепа то нет вот сюда прицеп цепляется так я так ты рассказывал блин так это хрень какая-то я не выиграю нифига дальше искать дальше звонить сейчас займусь этим ключи осталось они всегда так нету кнопочка чтобы открыть ее придется суать сюда суем так слышал да ну продавец мне сказал что оставил мне машине какой-то подарок наверное это и есть вот тот самый подарок зубочистка ну хотя он же не дурак я 50 тысяч за нее дал вряд ли щетка это щетка не зубная но тоже чистит вон там палка надо прицепить ты прав продавец жмот оказывается как видео либо сломаная либо да ладно все сколько можно этих уазиков уже ты достал реально не мог другую машину мне кажется ты и жениться готов на этих уазик чё ты сказал смысле жениться у вас он мужского рода от буханка да слушай короче все супер это получается чисто дефолтный 417 и вроде бы самый или 412 не вижу отсюда они все одинаковые на вид здесь короче смотри даже старый какой этот фильтр еще получается это топливный видишь обслуживаемый очень старый сейчас бы еще эта история у нас и завелась вот ну самое главное что он у нас аккумулятор капот даже фильтр есть чудеса какие-то сейчас заведемся наверно в общем с ровшаном у меня не получилось я договорился с владельцем вот этого вот большого сара я сейчас покажу купил за 50000 готовы да вот эту красотку красотка него я ее заберу у меня стали все содержимое сарая моё то есть его можно даже с собой забрать на пиломатериал о смотри чё я вижу это мотоцикл мотоцикл урал я на таком все детство ездил блин а чё делать-то сейчас я ее почистил и будет как новое нам подержи ладно смотри а сейчас за такие деньги машину нигде вообще просто не найдешь как новая вот это нормально что то что она гнилая не слышишь зубы у тебя гнилые она новая сам ты такой за 50 тысяч такую машину просто уже нигде не найдешь ты понимаешь тебя можно дешевле купить давай о как интересно все понятно короче что когда видно что куча инструментов в тачке значит это к беде все сломанно да ты не понимаешь называл такую изолента я впервые тоже вижу короче смотри свечник все удобно просто все удобно скомпонованная все супер это называется наследство которое вместе с машиной передается. Нифига, тут вообще круто так-то. А что, какие еще машины есть? Есть вот этот УАЗ Козлик, есть УАЗ Буханка, есть УАЗ Патриот, да? Да. Еще есть, короче, УАЗ Головастик. Это как бы Буханка, но у которой сзади кузов. Вот. Монтажер вставит эту картинку. Еще есть ультра редкий УАЗик инкассатор. То есть он на базе вот этого вот козла сделан, но он инкассаторский. Выглядит вот так вот. Ролик у нас посмотрите, да. Но это другой. Другой? Да, я про другой говорю. Вы можете посмотреть про, получается, буханку инкассаторскую. Она тоже такая бронированная. А есть прям совсем другая. Ну, вы его только что не видели. Так, ты меня отвлекай. Давай смотреть. Ключ зажигания. Вот он. Так. Вот у нас получается нейтралочка. Блин, что-то тут все так сложно. Они как на буханке. Так, вот это сзади. Блин. Сейчас я, короче, разберусь. О! Оператор тут что-то с двигателем. Что с двигателем? Ну, сратый. Как? Как в том ролике, где ты окошко с унитазом купил? Ну, примерно тут четыре дырки, как в унитазе. Тазе было. Он разобранный. Тут башки нету. Поддона нету. То есть не заведется ли? Карбюратора или инжектора нету. Да тут ничего нету. Да, сейчас мы ее заведем и прокатимся на этой крошке. Так. Что-то... Подожди, может, ключ не так ставил? Оператор! Ммм? Вот ты ее зафоршмачил, ты и чини. Я ничего с ним не делал. А ты ее вообще за... Почему ты наполовину ее почистил? Так одна сторона рабочая у нас. Не работает машина, а сторона рабочая. Я... Давай заводи. Не надо сдаваться никогда. Скряга. А я все равно обманет. Он все равно все машины тебе заберет. Нет. Ладно. Попытка номер 2. Так. А так вот. А. Ты там скоро? Нет, у тебя время заканчивается. Ребята уже сейчас все купят и быстрее выиграть тебя, если ты не решишься уже. Что это? Я уже почти завелся. Здесь просто зажигание не мог правильно сделать. Вот и все. Делов-то. Это же УАЗ. Ведь ему нужен правильный подход просто. Вот так вот. И все. Я поехал уже. Увидимся. Увидимся. Ручник забыл снять. Увидимся знаешь где? Давай, поехали. Ну, что ты... Давай, давай, давай. Увидимся в канаве, оператор. Так. Главное не упасть на этот мотор. Полумотор. Так, может быть, с мотоциклом мне повезет. Ага. Ага. Да, это точно Урал. Вот тут написано. Урал синего цвета. А где коробка у мотоцикла? И тут нету. Два цилиндра, два горшка. Два карбюратора. Сидушка и два колеса. Все. Больше ничего нету. Ааа. Опять обманули. Все могут обмануть скрягу. Э. А это что? Ааа. Ты как в мультиках. Крутишь и крутишь, и машина заводится. Что? Не обманули. Ай, а руль? Руль-то не работает. А? Сейчас. О, как новое. Поехали. Поехали. Ну все, я прибыл, получается, уже на место. Вот это моя машина. И здесь у нас будет сравнение всех автомобилей, ребята. И сегодня, я думаю, то, что я победил. Оранжевый, прикольный, яркий, крутой. С дополнительными, значит, фарами, вот этим освещением, все дела. Внедорожник. Ну и в конце концов, это УАЗ. УАЗ за 50, это, знаете, классика. Это как яичница с беконом, так и УАЗ за 50. Оператор. Что? Давай, это, подыграй мне. Да, главное, подыграй. Я, в общем, Вия, скажу, что, как бы, я купил сарай, все, содержимое сарая. И машину Ниву, и мотоцикл. А ты скажи ему, да, да, да. Только ты ему не говори, что тут ничего не завелось. Вот, ну. Почему? Чтобы выиграть. Все деньги, все машины. Мы с собой поделим 70 на 30. Ну ладно, 50 на 50. Напополам, хорошо? Договорились? Все, только не говори ему. А я сейчас сфоткаю, и ему подъезжу. Слышишь, ты только никому не говори, что она вот так вот заводится там, ну что, гнилая. Блин, просто давай договоримся. Если я выиграю, мы продадим все машины и поделим это все пополам. Договорились? Ну все, спасибо. Все, короче, это. Едем на место встречи, время поджимает. Ты, главное, никому не говори, что я это, что, типа, я добавил денег, окей? Поделим с тобой 50 на 50, если я выиграю, окей? Окей, договорились. Договорились. Ну что, где они там уйдут-то, ема? О. Это что? О. Эм, здорово. Че, а что двигают машины? А так, ну, сейчас объясню все, подожди, подожди. Научите его кто-нибудь ездить, пожалуйста. А у него колеса 50 только стоят. Ха-ха, забуксовал. Я говорю, научите его ездить кто-нибудь. Если этот лох победит, то лично я, я, Скряга, дам ему свои деньги, продам эту машину, а он заберет ее, да, ну тогда я ничего не дам ему. Пойдем, поможем. Ну, пойдем. Дурак. Дай я проеду. Пожалуйста. Давай. Так, внимание, это моя машина, я ее приобрел за 50 тысяч рублей. Это мои, у насики, это по моей части. Эй. Дурак, давайте подводить итоги, кто что купил. О, ведро какое-то купил. На. На. Это военный автомобиль. Ветро. Отвали, сейчас я прибаркую нормально. Полный привод, это просто не обсуждается. Какая разница какой он. Да ты послушай, у тебя она вообще не едет. Смотри, мне продали человеческую машину, правильно? Все, это вот... Тебя обманули. Это Nexia. Оманули. Это Nexia. Какие 50. Не Nexia, а Nexia. Вот это УАЗ. УАЗ, какая-то крышка какая-то. УАЗ. Ты что, оборцел что ли? Это полный привод, это внедорожник, это машина, вот это, это уедет на помойку. Давай, давай по фактам. Если сейчас мы встанем, и я тебя обгоню. Че ты начинаешь, алло? Мы договаривались. Все, тихо. Твоя машина там почти где? Где моя тачка в натуре? Тихо, сейчас объясню. Короче, я купил сарай. Сарай, большой сарай. Машина, смотри, сарай. Он проиграл. Да все, тихо ты. В сарае стоит машина, мотоцикл, Урал, какой-то прицеп, очень много пиломатериала, колеса, короче, все содержимое сарая мое. За полтинник? Да, я сфоткал специально, я тебе даже сейчас покажу. А знаешь, почему я не смог забрать? Но. Потому что он завальный, нужна ваша помощь. Смотри, вот это вот Нива, это Урал. Ах, оно, наверное, не заводится. Давай сольем его, сольем. Не будем помогать. Все, заводится? Просто я не смог достать. Сольем его. Ну, я не знаю, решать должны подписчики. Давайте пройдемся по фактам. Ну, то есть, у тебя Нива и Урал за 50. Нива, колеса, да. И еще сарай напил, материал весь. А я взял вот УАЗик, вместе с лодкой, с лодочным мотором. Я купил гараж за 50. Чего? Я не верю. Почему? Не верю. УАЗик такой не стоит 50. А оператор подтвердит. Да, так и было? Да, за 50 взял. Вот и все. А это что, это нормальная машина? Нет, это сарай. Вот это вот реально сарай. Я вижу, что тача просто уже убитая, умотана. Она вообще новая. Кого новая? Посмотри, у нее порогов нет. Она гнилая. Стартер, стартер, стартер. А если салон посмотреть, это что такое висит? Стартер, я победил? Это что висит? Это, это, это так, не, она, она с ключа заводится. Это так, приколюха. Мы прокатились быстро, вообще бодро. За 50 бодрое Nexi? я сам удивился. А это что такое? Я тебе все отдам, все. Это что? Короче, ребят, давайте разбираться по фактам. Не знаю реально, кто победил, потому что у всех есть какие-то маленькие, у кого-то очень большие, но кто-то вообще не привез машины на место встречи, как бы. Вот. А моя заводится, едет, вы знаете, кто победил, ребят? Напишите в комментариях, кто победил, да? Да? Я отправлю всем по сотке. Я победил. Я победил. Ты знаешь, как это много? По 10. Ты знаешь, как это много? Не отправлю, но я победил. Я победил, у меня Урал, у меня Нива, у меня прицеп, у меня колеса. Это как говоришь, что вот эта Nexi стоит миллион. Все, все, ребят. Натуре, вот ты, вот ты, тебя вообще, я тебе фотки показал. Тебя вообще по фактам разнести, как где фиг делать? Тачки где? Тачек нет. Они в сарай, поехали до сарай. Да не поеду я в сарай. Почему? Да потому что. Слабак. Короче, ребят, ничего ты, если я обижать? Вот так. Короче, ребята, пишите вашу версию в комментариях. Пишите, победил стажер, победил Вия или победил Скряга. Кто, по вашему мнению, забирает все четыре тачки, если верить в стажера? еще колеса. Кстати, там зимние на твою машину едут. О, вот это хорошо, да. На что едем. Ну и что нам дальше делать с этими автомобилями? пишите ваши версии в комментариях. Надеюсь, вам видеоролик понравился. Вы поставите под ним лайк, подпишитесь на канал и нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать те видеоролики, которые уходят каждый день специально для вас. Ну а мы с вами увидимся с этим скоро. Пока-пока-пока. Эти видеоролики, кстати, очень крутые. Советую тебе их посмотреть. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok